Демирель 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 Демир А теперь не так записали название. У меня все эти справочные материалы есть, чтобы вы имели полную картину. Я потом в конце вам дам этот материал, чтобы вы могли у себя там опубликовать его. И это сделали. И изменили постановление правительства. Десятки раз, куча бумаг. Все сделали. Проводим тендер. Компания приезжает, берет этот участок для строительства. Чтобы вы понимали, что такое современный спортивный комплекс. Это минимум 5 миллионов евро. Надо вложить туда. Это в общей сложности не меньше, чем 100 миллионов рублей объект. А там и крытый манеж, там и залы, там и футбольное поле, и на 5000 мест стадион. Огромные ресурсы. Это делать будет частная компания. Содержание этого стадиона – это огромные ресурсы надо. Это затраты. Последнее препятствие. Территориальный орган государственного госканцелярии в апреле месяце или в марте, боюсь ошибиться, обращается с иском в суд отменить решение городского совета и требует отменить решение городского совета. По выделению земли, открытым текстом на всю Молдову говорю, нам препятствуют в строительстве спортивного комплекса в городе Чедролунга. Кишинев не хочет, чтобы этот спортивный комплекс был здесь. Я объясню почему. Сами больше, чем за 20 лет молдавской государственности ни хрена ничего не смогли построить. И нам не дают. Хотя мы можем это сделать. Мы доказали это. В моем присутствии был премьер-министр Владимир Филат. Мы сидели в кабинете у премьер-министра Азербайджана. И он мне еще сделал замечание, господин Формузал, надо как-то быстрее оформить эту землю, чтобы мы могли начать строительство. Азербайджанская сторона готова. Молдавская сторона не дает это строить. Если только будет политическая воля премьер-министра, сегодня пригласит азербайджанскую сторону и скажет, стройте, мы гарантируем, что все будет нормально. Сегодня же начнется строительство. Тем более они начали там строить. Прокуратура пишет протесты. Центр борьбы с коррупцией приходит и изымает документы. Кто в этих условиях будет строить? Целенаправленная дискриминация гагаузского народа, отношение к нам, как к людям второго сорта. У вас, аборигенов, ничего не должно быть. Потому что если мы построим этот комплекс, им глаза будут колоть. Что вы построили? Гагаузы построили у себя. Что вы построили? Вот истинная причина. Я все время молчал. Я старался этот вопрос решить тихо, спокойно, без шума. Вы задали этот вопрос, я вам предельно откровенно отвечаю. Как только премьер-министр захочет, оно будет. Чьими руками это делают? Делают руками госпожи Кырмы, которая здесь живет, житель Гагаузии. Ее руками насилуют гагаузскую автономию, чтобы не построили спортивный комплекс здесь. Вот что делается. Но это не только этот случай. Есть еще таких случаев у нас много. Я могу эти примеры привести с документами. Если вам нужны будут документы о том, что Центр борьбы с коррупцией изымает, какую коррупцию вы там нашли. Постройте сами. Выделите 5 миллионов евро, построите спортивный комплекс. Мы готовы вам эти 10 гектаров земли отдать в Кишинев. Забирайте их. Но построите комплекс. Нет. Задача стоит не допустить строительства этого комплекса здесь. Поэтому не вина гагаузских властей. Абсолютно нет в этом вины. Этот центр дискриминирует гагаузской автономии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин